Слово В начале нашего изучения Евангелия от Иоанна я уподобил первую главу Евангелия от Иоанна Увертюрия в симфоническом произведении. Увертюрия обычно проходят темы, которые дальше будут снова и снова появляться в ткани музыкального произведения. Мы с вами говорили о пятой до минорной симфонии Бетховена и известных этих нотах, с которых начинается эта симфония. Эти ноты, эти четыре ноты потом снова и снова проходят уже в следующих частях симфонии. В Евангелии от Иоанна первая глава перед нами проходит по крайней мере два мотива, которые снова появляются только в тринадцатой главе. В конце первой главы Иисус прочитал мысли одного из учеников, заглянув к нему в сердце. Как звали того ученика? Нафанаила. Нафанаила, хорошо. Так вот Иисус заглянул в сердце Нафанаила и говорит, в нем нет никакого лукавства. А в конце тринадцатой главы Иисус заглядывает в сердце другого ученика. Имя ему Иуда. И заглянув в сердце Иуды, Иисус говорит, в этом сердце лукавство. В Евангелии от Иоанна первая глава мы читаем, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В конце тринадцатой главы Иуда уходит во тьму. Иуда встает, уходит, и мы читаем, а была ночь. Мы завершаем беседу о тринадцатой главе Евангелия от Иоанна и будем говорить о тридцатом стихе. Клайв Льюис, известный британский писатель, литературовед, отлично чувствовал греческий язык, смысл содержания греческого текста. Клайв Льюис обращает внимание на три слова, которые использует Иоанн в оригинале по-гречески, а была ночь. По-английски четыре слова, по-гречески три, по-русски тоже три слова, элегантные, очень мощные слова, а была ночь. Клайв Льюис пишет, эти слова указывают, что Иоанн действительно был свидетелем этого события. Как свидетель Он обратил внимание на исчезновение, уход Иоанна, как свидетель Он отмечает, а была ночь. В последних стихах тринадцатой главы Иисус снова обращает наше внимание на две из известнейших тем Священного Писания. Темы эти очень важны, мы о них часто говорим, хотя, к сожалению, плохо их понимаем. Темы эти – Божья слава и Божья любовь. Что такое Божья слава? Ответов на этот вопрос есть немало. Но, с другой стороны, очень сложно определить смысл понятия слава. В Ветхом Завете «слава» называется еврейским словом «кавод». Слово «кавод» имеет еще одно повседневное значение. Славный равняется тяжелой. Слава – тяжесть. И я думаю, что проблема – это что-то, 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 что-то тело, что-то, 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 что-то из-за. Что-то значительно, что-то, что важно. как и по-русски «славный камушек», то есть тяжелый такой, хороший, основательный, впечатляющий, производящий впечатление. Вот как эти слова, славный и тяжелый, пересекаются в своем значении. Физически, «глория» имеет сомнение «брайтность» или «радиантность». Как же выглядит слава? Слава излучает свет. Слава излучает сияние. Славный значит важный, существенный, значимый, значительный, но при этом еще и сияющий, заметный, выделяющийся. У слова «слава» есть еще одно значение, известность, прошла о нем слава. Прославляя Бога, мы, насколько мы творение можем это сделать, делаем так, чтобы прошла о нем слава, чтобы он стал известным. Таким образом, мы тоже участвуем в прославлении Бога. Иисус говорит в 31 стихе, что «Ныне прославился Сын Человеческий». «Ныне пришло время, чтобы слава, известность прошла о Сыне Человеческом». Иисус снова говорит о Себе в третьем лице. Иисус снова называет Себя этими любимыми, излюбленными Своими словами, излюбленным определением «Сын Человеческий». Очевидно, он ссылается при этом на книгу пророка Даниила, глава 7. В книге пророка Даниила, 7 глава, 13 и 14 стихи, о Сыне Человеческом говорится, как о славном, о том, кому принадлежит власть, о том, кому принадлежит держава. В 31-32 стихах перед нами предстают эти таинственные темы взаимопрославления. С одной стороны, Бог прославляет Сына Человеческого, а с другой стороны, Бог прославится в Сыне Человеческом. К чему Он об этом говорит? Что Он имеет в виду? Он имеет в виду ту славу, которую прославляется Бог при исполнении плана, замысла искупления. Божьей любви предстоит проявиться ко всему миру. В том, что Бог Отец отдаст Сына Своего на смерть на Голгофском кресте. Божьей любви ко всему миру предстоит проявиться также в том, что Сын добровольно примет на Себя грехи всего мира. Вот в чем прославление Божие. Вот это прославление должно вот-вот наступить. Совершенно не очевидно, каким образом связаны между собой 31-32 стихи и 33 стих. Более того, не очевидно, каким образом в смысловом отношении связаны между собой 32-33 и 34 стихи. В 31-32 стихах Иисус говорит о взаимопрославлении Отца и Сына. В 33 стихе Он говорит, я иду туда, куда вы не можете прийти. В 33-33 стихе Иисус говорит о том, что им недоступно, что для них невозможно. В 34-34 же стихе говорится о том, что от них ожидается, что от них требуется. Они должны возлюбить, как Он любит. Они должны возлюбить, как Он любит. Я эти слова понимаю так. 33-33 стих. Вы не способны, вы не можете любить так, как Я, настолько, чтобы принести себя в жертву умилостивления за возлюбленного, за другого человека. Вы не можете сделать это. Только я могу сделать это. Вы не можете благословить Бога так, только я могу благословить Бога так. Это не вам. Вам это не дано. Это дано только мне. Вы таким образом Бога прославить не можете. Я могу. То есть, вот в эти места вы идти не можете. До этого вы не дойдете. Но все же вы можете и должны любить друг друга, как Я возлюбил вас. Что же это Он говорит такое? Спаситель есть только один. И это не вы и не я. Кроме Христа, никто не может спасти грешника от его греха. Кроме Христа, никто не может искупить. И это Христос. Однако, смерть и воскресенье Иисуса Христа наделяют нас с возможностью, наделяют нас силой быть подобными Иисусу. В том числе поступать подобно Иисусу. Любить как искупитель. То есть, любить искупительной любовью. Сколько нужно времени, чтобы этому научиться? Да вся жизнь нужна, вся вечность. Вся вечность. Что такое любить искупительной любовью? Это значит, принимать на себя страдания ради того, кто не заслуживает с нашей стороны такой жертвы. Это значит, принимать на себя все самое сложное, все самое тяжелое. Ставить себя в худшее положение ради того, чтобы отдать лучшее или поставить в лучшее положение предмет моей любви. Мы можем только использовать нас искупительно в жизни другого человека, лишь настолько, насколько мы готовы из-за этого человека пострадать. Высший Избавитель, Высший Искупитель — это, конечно же, Христос, и Он принял на Себя все страдания. Любовь, которую я описал только что, не только неестественна для человеческой природы, такая любовь невозможна для человеческой природы. Но именно в такой любви выражается наша новая божественная природа, божественная источность. Популярность, привлекательность, заманчивость ислама объясняется, среди прочего, тем фактом, что ислам не требует любить врагов. Хочешь ненавидеть — ненавидеть на здоровье. Хочешь мстить — мсти. Это подход человеческий. У христиан нет права на такой подход. Жить по-христиански совсем несложно. Жить по-христиански просто невозможно. Только один мог прожить по-христиански. Имя Ему — Иисус из Назарета. И только один может прожить по-христиански снова. Имя Ему — Иисус из Назарета. Нам с вами христианскую жизнь без Христа не прожить. Не случайно ведь Иисус говорит «без Меня не можете делать ничего». Но в Послании к Колоссянам 1 глава 27 стих мы читаем «Христос в вас упование славы». И Галатам 2 глава 20 стих «И не я уже, но Христос». «Потому знают все, что вы мои ученики, мои последователи». Если будете сохранять себя в чистоте. Так написано там? Нет. Если вы учите Библию наизусть. Если станете профессором богословия и христианского учения. Если будете великим благовестником или величайшим проповедником. Нет ничего подобного. Все это хорошо. Некоторые из этих качеств, как чистота, необходимы. Но он-то говорит не это. Евангелие от Иоанна 13, 35 «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «И Петр не может удержаться». 6 стих «Петр услышал только одно. Куда я иду, вы не можете прийти». Больше ничего Петр не услышал. Он не спрашивает о том, как любить такой любовью. Он не просит объяснить, в чем отличие этой заповеди от всех прочих. Он говорит, «Господи, куда ты идешь?» Ничего больше его не интересует. Ничего другого не интересует. Ничего не интересует. Ничего другого не интересует. Ничего больше он слышать не хочет. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Иисус повторяет Симону Петру то, что уже говорил раньше. В 36 стихе он повторяет то же самое, что уже говорил в 7. Со временем поймешь. Теперь ты этого еще не можешь понять. Но поймешь. Подожди. На молитву бывают три возможные ответа. Да, нет или подожди. И в 7 и в 36 стихах Иисус отвечает Петру одинаково. Отвечает одно и то же. Подожди. В 37 стихе накал страстей. Но в 37 стихе нас и постерегает опасность. Петр перепутал несколько. Забыл о том, кто он такой. Петр часто поступает так, как будто именно он наставляет Христа на пути. Он учитель, Христос ученик. Чему Иисус только что их учил? Иисус учил их только что тому, что Он единственный Искупитель. Кроме Него другого нет. Петр говорит. Петр говорит. Слушай, говорит Петр Иисусу. Не достаточно просто тебе за меня умереть. Я еще хочу умереть за тебя. Вы знаете, мне иногда так мороз у меня по коже, когда я думаю о том, что мне предстоит с Петром в небесах встретиться. Потому что я над Ним тут периодически издеваюсь. Но знаете почему? Я хочу уподобляться Христу, но понимаю, что слишком уж похож на Петра. Почти все те события в моей жизни, о которых я теперь сожалею, происходили тогда, когда мне нужно было бы послушать, а я предпочитал говорить. Вот как раз Петр именно на этом и специализируется. Вы знаете, что за все время земного служения Господа Иисуса Христа Бог всего три раза говорит с небес. Голос Божий, глаз Божий всего три раза звучит с небес. Когда первый раз? Да, крещение Иисуса. Последний когда? Нет, на горе преображение – это второй. Ну, в общем-то, это правильный ответ. Потому что последний раз, это еще было в двенадцатой главе. Помните, когда Иисус входит в Иерусалим? Торжественный вход в Иерусалим. Но я как раз хочу поговорить именно о том голосе, о том случае, когда голос неба говорил на горе преображения. То есть, первый раз голос Божий раздается по особому случаю – крещение Господа нашего Иисуса Христа. Последний раз – величайший случай, триумфальный вход, торжественный вход подлинного царя Израиля в город Иерусалим. А почему вот этот второй раз Божий глаз провозгласил, Божий глаз прозвучал с небес? Что там был за случай такой? Да, случай-то был, конечно, особый, это было преображение. Но Бог проговорил не по этой причине. Бог проговорил для того, чтобы заткнуть Петра. Потому что там присутствие, в присутствии Моисея. И в присутствии Илии. И в присутствии прославившегося Иисуса Христа, сияющего подобно солнцу. Петр берет микрофон в руки. И Петр берет микрофон и говорит, ну так, в общем, короче, слушайте сюда, мужики, делать будем вот что. И Бога это достало. И говорит, милый, заткнись. Потому что фактически он говорит, вот он, вот этот сын мой возлюбленный, его слушайте. И Петр, Петр Петра так заткнули, и он до сих пор не понял. Нам хочется верить, что если бы Бог когда-то к нам вот так-так обратился и сказал, слушай, заткнись. Он обратился к нам в небесах. Мы бы уже заткнулись навсегда. Мы бы уже ничего больше не сказали. Даже спасибо и пожалуйста мы бы уже не вымолвили. И вдруг Петр снова в этот критический момент начинает говорить. И говорит очередную глупую-глупую-глупую-глупость. Потому что Петр говорит, я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему, душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе. Не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Невероятно, совершенно невероятно. И на этом заканчивается 13-я глава. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...